Знаете, что бесит на этой распродаже? Нет, не китайцы и не Алиэкспресс, а комментаторы и блогеры, которые, ни хрена не разобравшись ситуации, садятся за свой стол, за свой монитор и начинают своим поганым языком милить то, что «Господи, опять кидалово! Нету никакой распродажи! Ни одного купона не попало!» Или еще что-то! И при этом, в очередной раз создается негатив вокруг распродажи. Да, я с вами согласен, прекрасно, что, честно говоря, уже вот здесь вот кидалово от китайцев за последнее время. Стало модно ругать китайцев на распродаже точно так же, как и власть. Но, с другой стороны, мы постоянно не можем уподобляться этому и мы должны хоть иногда давать шанс. Сегодня я дал шанс Алиэкспресс и вы сами видите прекрасно, что я не выпускал видос вчера по поводу Алиэкспресс, чтобы вы быстрее по моим ссылкам куда-то заходили. Я не выпускал его сегодня утром, чтобы вы быстрее куда-то заходили. Я сам лично уселся вот этой вот самой задницей и ждал, когда наконец-таки я начнется. И уже после того, как она началась, я увидел, что здесь все достаточно бодро. И сейчас я вам расскажу, как в этот раз я обманул Алиэкспресс. Погнали! А начнем мы с вами, пожалуй, вот с чего. Сегодня я встал в 6 часов утра. Дико важная информация, я понимаю, но в 6 часов утра я встал и пришел прямо вот сюда, чтобы потихонечку свою корзинку набить сверхохеренными акциями. И знаете, как я обманывал в этот раз Алиэкспресс? Я не просто тупо в корзинку закидывал товары, как мы это привыкли, чтобы там, ну знаете, как Алиэкспресс зачастую монетки дает за то, что вы добавляете. И плюс также вы сразу принимаете участие вот в этой спецценовой акции. То есть у вас спеццена, вы не будете по обычному предложению покупать. Там была просто перечеркнутая цена, а еще была спеццена с короной в честь восьмилетия Алиэкспресс. Перед тем, как закидывать, я делал вот такие вот скрины. Ноутбук Xiaomi версии Pro, 15,6 дюймов, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт флеш-накопитель. То есть здесь SSD стоит. В принципе, все, что нас интересовало. Когда я вам показываю сейчас вот этот вот скрин, вы видите внимательно, что спеццена, сейчас я здесь сам рассмотрю, 809 баксов. 809 баксов, насколько я понимаю, это за самую дешевую версию. То есть это там будет Core i5, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт флеш-накопитель SSD. Да и хер бы с ним. Пускай даже такая версия. Конечно, все, что я вам до этого перечислил, она должна стоить несколько дороже. Но пускай даже и эта версия. Все равно хорошая и прекрасная цена. И смотрите, какая досада. Вроде бы и в корзине. В 10.26, после того, как я прям тут же зашел на распродажу, ну не тут же, через 26 минут, есть вроде категория спеццена. 809 баксов. Но при этом за эту стоимость невозможно его купить. Что уж говорить и сейчас. Спеццена просто-напросто пропала. И так же продолжает ноутбук. Стоит 1124 бакса. 1124 бакса вместо обещанных 809 баксов. Это говорит о том, что не то, что я проворонил. Нет, я не проворонил. Есть другие лоты, где я проворонил, но там до сих пор горит спеццена. А это говорит о том, что китайцы вовремя слились. И за 809 баксов они мне не собирались продавать. В остальных же заскрининенных товарах я проблем не наблюдал. Все, что я положил в корзину, все, что я заскринил, потом при сравнении все было идеально до центика. До копеечки. Без проблем. Поэтому все, кто называют эту распродажу кидаловым, просто тупо не хотели принимать участие в этой распродаже. И лишь бы пустить какую-то утку. Давайте с вами на примере посмотрим. Вот это вот колонка мифа, которую нам обещали. Значит, буквально со скидкой 46% за 26 баксов 99 центов. Переходим в мою корзину и наблюдаем. Спеццена 26 баксов точка 99 центов. Ну, вы думаете, возможно, специально повысили цену. Давайте сейчас с помощью динамики цен, как я вам уже несколько раз показывал, давайте посмотрим всю эту историю. И что? И где? И где кидалово? Смотри, реально минимальная цена за все время была, которая зафиксирована на данную колонку 39 баксов. Смотрите, 39 баксов это было 8 марта. Видать, какая это была скидка. Но сейчас она стоит, извините меня, практически на 10 баксов ниже. Вообще нету никакого кидалова. Хорошо, если это вам не аргумент, давайте посмотрим еще один товар. Он у нас будет касаться... Да давайте, что хотите вы, давайте не будем больше колонки смотреть. Тронсмарт, я вам тоже так же могу сказать, что скидка вполне реальная. С другой стороны, она действительно стрёмная, она очень маленькая, там буквально 2 доллара. Но скидка-то есть, мы же бьем по фактам. Нам не надо сейчас оценивать, много ли китайцы нам скидывают. Нет, мы бьем по фактам. Пишут скидка, и скидка реально есть. Давайте посмотрим Тимол, почему бы нет. Может быть и в России у нас наш отечественный Алиэкспресс Тимол, может быть тоже кидает. Здесь, значит, нам говорилось, что в общем он стоит на iPhone 10 70 тысяч рублей с копейками и спеццена была засекречена звездочками. Это очень важно и очень интересно. Переходим от местных продавцов и что мы здесь видим? Цена на iPhone 10 64 гигабайта мы видим, что он стоит 66 391 рубль. 4 тысячи реальная скидка. Где здесь опять кидалово? Наверное, я опять ошибаюсь. Давайте еще попробуем что-нибудь. Давайте. Например, вот такая вот видеокарта GeForce GTX iGame 1060 NVIDIA. Хорошо. Давайте перейдем. Она стоила, значит, у нас 647 баксов. Должна была стоить 452 бакса. Я думал, что... Ну, здесь точно кинут, да? Давайте перейдем и посмотрим на эту карточку. Вот она, самая эта карточка, которую я только что озвучил. Спеццена 452 бакса. Где кидалово? Опять что-то не видно кидалово. Странная ситуация. А вот теперь всех ненавистников распродажи я готов порадовать. Есть такие товары, где нас не то, что прям дико кидают, но просто ставят, наверное, на место каких-то дебилов или дурачков. Смотрите. Вот, значит, простая зарядка через USB, неоновая лампа, праздник. Ну, казалось бы. Ну, 9 баксов. В данный момент с помощью спеццены мы добились 9 баксов 12 центов. Вроде хорошо. Но, когда мы заходим в расширение от Letyshops, которое у вас у всех уже должно давно быть установлено, мы видим, что динамика цен показывает 25 февраля эту же самую бадью можно было купить за 8 баксов 86 центов. Нет, я сейчас не буду говорить, что здесь какая-то теория заговора, что, мол, с китайцами еще 25 февраля задумывались о этой распродаже. Нет, я про это не буду говорить, но это просто говорит о том, что вот с помощью вот такого вот хитрого способа, как динамика цен, можно отследить, а вообще, стоит игра свечи или не стоит. А самый апогей мерзости от китайцев кроется вот в этом лоте. Давайте внимательно посмотрим на экран. Вышел недавно Xiaomi Redmi Note 5. Вроде как классная мобила, пока еще ничего не буду утверждать, я ее уже давно заказал, жду отправки глобальной версии и все как надо, но здесь так повезло, что на распродаже магазин Fantasy Technology продает. Блин, кайфовая штука. Я захожу на этот лот. Давайте сейчас с вами прямо вместе жмем, какую же нам надо взять комплектацию. Я хочу стандартную комплектацию, убираем гарантии один год, не хочу я гарантию и смотрю, что все, мобила закончились. Ну дела, думаю, вот это люди раскупили. Все пропало, все пропало. Смотрю, когда добавим мы еще пленочку, опа, золотишко, золотой телефончик появляется, отправка из Китая. Как-то в наличии появились телефоны. Я такой, ну ладно, что-то багануло. Опа, а если добавить еще и чехол, то смотри, как хорошо, то уже и черный телефон появляется. Блин, наверное, надо добавить еще и наушники, что-то ничего не появляется. А если добавим Mi Band 2 к этому заказу всему, и все, тут-то китайцы готовы продать свою жопу. И мгновенно телефоны в наличии появились. И понимаете, такую тему я видел только не у этого, понятно дело, магазина. Я смотрел еще смартфон Honor 7X в корзину добавил. И точно такая же история. Как бы суть этих распродаж, понятно дело, как можно больше всего впарить. Но, если вы будете максимально начеку, если вы будете держать руку на пульсе распродажи, то есть сделать вовремя скрины, чтобы вас не кинули, если все это соблюсти, то можно очень хорошо закупиться и реально нужно делать ставку на эту распродажу. Я себе перед началом распродажи закинул игровой ноутбук MSI в корзину. Им оказалось в то время, что это какое-то кидалово по цене, то есть, ну, если даже это и скидка, то можно, в принципе, такое же закупить и у нас в интернет-магазине, где-нибудь в российском, может быть, где-нибудь вообще и в медиамаркте, в м-видео и во всех остальных этих канителях, то есть, я не верил в это. Потом смотрю, что действительно скидка прошла, когда глянул в корзину. После этого мне стало интересно, то есть, я рыночную стоимость его не знал. Я вбиваю в гугл то-то-то-то-то-то-то-то и, знаете, там вылетел и онлайн трейд, и Олди, ну, вот, Олди у меня остался. Знаете, что мы здесь видим? На Олди ноутбук стоит этот 73 290 рублей. Абсолютно все те же самые характеристики. Здесь стоит Core i5 73 2.0 HQ. Здесь стоит 16 гигабайт оперативы. Здесь стоит 1 терабайт накопитель. Здесь стоит видеокарта NVIDIA GTX 1050 TI. Она 4 гигабайта. В принципе, короче, ну, все как надо. Все то же самое по характеристикам и в моей находится корзине. Но самое главное, что здесь мы видим цену в 59 тысяч рублей. То бишь, это реальная скидка. Ну, конечно, здесь пишется 25%, но это реальная скидка в 20%. Если вам нужен ноутбук, то вы спокойно можете затаривать на Тимоле. И вот она, пожалуйста, в честь дня рождения Алиэкспресс и еще одногодная скидка. Минимум 13 тысяч рублей экономии. То есть, ну, какие здесь еще могут быть слова. На этом сегодня и все. В общем, переходите. Ссылку я вам оставлю в описании на распродажу и также на розыгрыш призов, кто участвует в этой распродаже. Огромное количество гаджетов от Xiaomi разыгрывает Letyshops. Не забывайте регистрироваться в Letyshops, если еще не зарегистрированы, чтобы возвращать часть потраченных денег. Это очень важно. Ну и также устанавливайте расширение. Ссылка на него будет в описании, которое вам поможет просто скрыть скелеты в шкафу любого продавца. А скелетов, как мы сейчас с вами посмотрели, достаточно много. Все ссылки будут в описании. Спасибо, что остаетесь со мной. Ну и подписывайтесь на канал, потому что у нас еще очень много всего интересного. Все давать, красавцы. Пока.